Добрый день, ребята! Тема нашего урока биологии Лес. Наземная экосистема. Надеюсь, что путешествие в удивительный мир природы будет для вас интересным и полезным. Предлагаю вам вопросы изучения нового материала. Лес. Наземная экосистема. Ярусность в лесной экосистеме. Значение леса. Правила поведения в лесу. Давайте с вами вспомним определение, что мы называем экосистемой. Экосистема – это сообщество живых организмов, проживающих на определенной территории биоциноз, вместе с их средой обитания. Примеры экосистем – это болото, озеро, лох, ну и, конечно, лес. Мы уже с вами познакомили законами функционирования такой экосистемы, как озеро. И показали взаимосвязь жилых организмов между собой и с их средой обитания. Итак, первое задание. Докажите, что водоем – это экосистема. Водоем является экосистемой, потому что в нем присутствуют три группы жилых организмов – производители, потребители и разрушители. Все они взаимосвязаны между собой, цепями питания и взаимосвязаны со своей средой обитания. Это подтверждается в различных приспособлениях жилых организмов к водной среде обитания. Второе задание. Если водоеме исчезнут лягушки, как это повлияет на жизнь комаров и аистов? Итак, мы доказали, что водоем – это типичная экосистема. Сегодня мы рассмотрим законы и условия существования сообщества на примере другой экосистемы – леса. То есть лес мы будем сегодня изучать более детально, как бы рассматривая его под микроскопом. Задача нашего урока – это изучить обитателей различных вирусов леса, показать их взаимосвязь со средой обитания и друг с другом, закрепить умение строить цепи питания леса, показать значение леса в природе и обосновать правила поведения в лесу. Лес – это не просто совокупность растительных и животных организмов, исторически сложившихся на определенной территории с набором условий окружающей среды. Лес – это симфонический оркестр, в котором каждое растение, животное, микроорганизм и гриф исполняет свою партию, сливаясь в единую мелодию. Послушайте мелодию леса. Рассмотрим ярусность в лесной экосистеме. Лес – это дом для животных и растений, точно так же, как наши квартиры, только наши дома многоэтажные, а в лесу эти этажи называются ярусами. В лесу выделяют пять ярусов. Первый ярус верхний – это деревья первой величины. Второй ярус – это деревья второй величины. Третий ярус – это кустарники. Четвертый ярус – многолетние, однолетние травы кустарнички. Пятый ярус – мхи или шарики. Как вы думаете, какой фактор определяет причину расположения растений по разным ярусам? Конечно, это свет. Благодаря ярусности растения более полно используют световые лучи для процесса фотосинтеза. Давайте поближе познакомимся с обитателями различных ярусов. Итак, первый и второй верхние ярусы – это деревья. У нас в лесах Беларуси можно встретить такие деревья первой величины, как дуб, липа, клёв. И деревья второй величины – береза, ива, пальпа, которые начинают зацветать уже в конце апреля. Также каждому ярусу соответствует определенный мир животных. Первый и второй яруса заселяют такие птицы, как дядя, зябли, щегол, псойка. Дневными хищниками являются ястреб и сокол. Третий ярус – кустарники. Заселяют такие теневыносливые растения, как лещина, калина, крушина. И здесь строят гнезда такие птицы, как снегирь, синица, дрозд. Четвертый ярус – кустарнички и травы. Мы можем встретить многоэтненные травянистые растения – ландыш, пролезка. Это тенелюбивые растения, которые цветают ранней весной, еще до распускания почек на деревьях. Еще мы можем здесь встретить такие кустарнички, как черника, брусника, верес и травянистые растения – папороги. Пятый ярус образует мхи или шайники, которые растут только в условиях повышенной влажности. В лесной подстилке себя комфортно чувствуют личинки, насекомых, слизни, улитки. Также мы здесь встретим различные грибы, такие как подберезы, опята. На гнезде вьют гнезда такие птицы, как соловей, рябчик, тетерев. Лес – это дом для зверей. Лес служит убежищем для таких копытных в Беларуси, как лось, зубр, косуля, кабан, благородный олень. В лесу мы можем встретить также и хищников, лисица, волк, борсу и грузунов, таких как соня, белка, мышь. Мы уже говорили, что в природе в целом и в природном сообществе все организмы взаимосвязаны между собой. Послушайте рассказ об обитателях леса и подумайте, какие цепи питания образуются в природном сообществе леса. У гусеницы место на листке. Дело у нее одно – поедать листья. Ползет она по краешку листа и брызается в него острыми челюстями. На земле тем же самым занимается мышь. Съела травинку другую, потом нашла колосок, попробовала, спел или он, и потащит кнопку про запас. А в стволе дерева под корой проедает, пропиливает свой кот личинка жука-королета. Ее не интересуют листья и трава, она древесиной питается. Масса всяких мелких и крупных животных поедают листья, траву, плоды, ягоды. А уж в семенах и орехах говорить нечего. И кажется, если им дать волю, они лес едят. Только не случится этого. Никто им такой воли не даст. Очень много глаз за ними приглядывают. Пробежала по ветке синичка мимоходом, гусеницу поймала и понесла в гнездо птенцов кормить. А на дереве дядя наклонил голову, прислушался как доктор и стал долбить дыр. Вытащил личинку жука, а она большая и вкусная. Не зря старался. Но и за синицами, ласками, дятлами другие охотники следят покрупнее. Синицы и дятлов ловят соколы и яскими. Ласку ночью сова может подхватить. И получается, что все лесные жители друг от друга зависят. Соколам не прожить без синиц, синицам без гусениц, а гусеницам без листьев. Все вместе без леса. Вот ученые-экологи говорят, что лес – это сообщество растений и животных, которые связаны друг с другом, как звенья в цепочке. Ученые ее называют цепь питания. Давайте попробуем показать взаимостязь организмов на примере схемы лещевых связей леса. Солнце дает жизнь на земле. Солнечной энергией питаются растения и являются таким образом первым звеном пищевой цепочки и производителем. Растениями питаются растительноядные животные. Это второе звено пищевых цепей. Здесь зайцы и мыши, соли и лоси. Этими растительноядными животными питаются хищники. Это третье звено пищевых цепей. Они точно так же, как и растительноядные животные, являются потребителями. Но есть еще четвертое звено. Это сверххищники, которые питаются хищниками предыдущего порядка. К ним относятся волки, ясы, сова. Таким образом, все звенья пищевой цепи взаимосвязаны между собой и образуют общую пищевую сеть экосистемы. Отдельно им друг без друга не прожить. И они своей взаимосвязью образуют экологическое равновесие, которое очень легко своими неумелыми действиями может разрушить человека. Следующий наш вопрос – значение леса. Лес играет огромную роль в природе и в жизни каждого человека. Лес – это кислородный цех и легкие планеты. Каждое растение, произрастающее в лесу, это маленькая фабрика, где под действием солнечного света происходит сложный процесс фотосинтеза с выделением кислорода. Еще растения выделяют особые вещества – фитонциды, убивающие брезнетворные бактерии. Поэтому в лесу легко и дышится. Лес – защитник водолемов, почвы, воздуха. Лес поддерживает полноподность ручьев, озер, рек. И таким образом делает климат вокруг себя более мягким и влажным. Лес – это источник древесины. Лес – место отдыха для человека. Поэтому в больших городах, где много заводов и фабрик, особенно легко дышится в зеленых насаждениях, зеленых зонах, парках. Лес – это источник ягод, грибов и лекарственных растений. Лес – это зеленое золото Беларуси. Он требует от нас постоянной заботы и охраны. И очень символично, что именно в апреле жители Беларуси участвуют в неделе леса и выходят на посадку деревьев. С правилами поведения в лесу вы можете ознакомиться в учебнике на страничке 104. Желающие могут придумать и нарисовать свои правила поведения в лесу. Лес – это загадка природы, которую вы будете разгадывать, изучая его. Надеюсь, что после этого урока биологии природа приобрела в вашем лице надежных защитников и помощников.